Привет, друзья! Сегодня мы поговорим об аномалиях человеческого тела. Ямочками на щеках, ярко-рыжими волосами и милыми родинками уже никого не удивишь. Эти особенности встречаются довольно часто, выглядят эстетично и красиво. Но порой природа способна сыграть с человеком злую шутку. Досмотрите это видео до конца, чтобы узнать 12 шокирующих историй о медицинских аномалиях, от которых несчастные люди страдают всю жизнь. Буллезный эпидермолиз Это группа генетических заболеваний, при которой кожа и оболочки слизистых носителя являются очень хрупкими. Медицинская аномалия проявляется уже во время родов. Кожа ребенка травмируется, когда он проходит по родовым путям. От любого прикосновения на теле образуются пузыри. Когда они лопаются, появляются болезненные раны, в которые легко может попасть инфекция. Поэтому все волдыри на теле нужно вскрывать, промывать раны, а при инфицировании лечить. На рану обязательно накладывается стерильная повязка. Булезный эпидермиоз – пожизненный диагноз, от которого не избавишься по желанию. С помощью дорогостоящего лечения или высококвалифицированных врачей. Можно лишь облегчить симптомы, чтобы избавить пациента от мучительной боли. Людей с таким диагнозом метафорично называют «бабочками». Малейшее прикосновение так сильно повреждает крылья насекомого, как и кожу больных. Ихтиоз орликина. Самая тяжелая и редкая форма ихтиоза. Примерно один ребенок из 300 тысяч может родиться с этой аномалией. Кожа больного покрыта чешуйчатыми ромбовидными пластинами, которые разделены глубокими трещинами. На вид это напоминает костюм орликина. Отсюда и название болезни. Наличие медицинской аномалии сопровождается болью, нарушением терморегуляции и высоким риском инфекций. Чтобы отшелушить чешуйки, детей протирают наждачкой или купают в отбеливателе. Это настолько болезненно, что малышам приходится давать морфин. Кроме того, необходимо частое отмокание в воде, тщательное увлажнение кожи и стерильная чистота в доме. Из-за болезни у детей часто выворачены веки, повреждены ушные раковины, даже могут отсутствовать конечности. С таким диагнозом выживают лишь единицы, а продолжительность жизни достигает примерно 12-13 лет. Нейрофиброматоз. Генетическая аномалия, которая сопровождается образованием опухолей на кожных покровах, внутренних органах, на центральной и периферической нервной системе. Новообразования могут возникать в любой части нервной ткани. Нейрофиброматоз может спровоцировать появление пигментных пятен на коже, отклонение в умственном развитии, проблемы с сердечно-сосудистой системой, сильные болевые ощущения и даже потерю зрения или слуха. Как правило, опухоли образуются доброкачественные, но встречаются и злокачественные. Если у одного из родителей стоит такой диагноз, то риск передачи его ребенку составляет 50%. Чаще всего заболевание диагностируется в детстве или в юности. Хоть эта аномалия и относится к генетическим, в некоторых случаях от нее можно избавиться путем хирургического вмешательства или при помощи химиотерапии. Ульнарная демилия или синдром зеркальной руки Врожденная аномалия, при которой отсутствует большой палец и лучевая кость. Кисть руки удваивается, и на ней находится избыточное количество симметрично расположенных пальцев. Таким образом, у человека имеется сразу семь или восемь пальцев на одной конечности. Носители синдрома обычно не могут двигать сросшимися частями независимо друг от друга. Одна половина руки имитирует движение второй. Ульнарная демилия встречается очень редко. Всего в медицинской литературе зафиксировано около 100 случаев. По мнению ученых, вероятной причиной заболевания являются спонтанные мутации генов. Синдром зеркальной руки не доставляет неудобств в повседневной жизни, только привлекает внимание необычным видам. Избавиться от него можно с помощью хирургического вмешательства. Циклопия. Порог развития, при котором глазные яблоки частично или полностью срастаются и помещаются в одной глазнице посередине лица. При наличии этой медицинской аномалии страдает нервная система и лицевая часть черепа. Кроме дефектов лица, у новорожденного имеются пороки сердца, аномалии других органов и систем, нарушение работы мозга. По своей тяжести циклопия в 100% случаев несовместима с жизнью. Циклопы погибают в первые дни после появления на свет. Причиной возникновения страшного порока могут быть факторы, повлиявшие на организм матери в первые месяцы беременности. Сюда относится прием лекарственных препаратов, алкоголя, наркотиков, воздействие радиации, перенесенные инфекции. Также дефект может возникнуть из-за хромосомной мутации. Циклопия чаще встречается у животных. У людей такое генетическое отклонение случается один раз на миллион. Фокамелия. Врожденная генетическая аномалия, при которой отсутствуют конечности или их части. У носителей мутации на месте рук и ног вырастают короткие культи, которые помогают им справляться с элементарными задачами. Заболевание может передаваться детям в семье, если оба родителя имеют аномальный ген. Но бывают случаи, когда мутация не связана с наследственностью. Фокамелия может отличаться по типу и степени тяжести. Если отсутствуют все четыре конечности, то это называется тетраамелия. Самый известный обладатель тетраамелии – Ник Вуйчич, оратор, меценат, певец, писатель. Он ездит с мотивационными выступлениями по всему миру, участвует в телешоу, пишет книги. У мужчины есть только одно подобие ноги, которое он сам, в шутку, называет «куриной лапкой». Благодаря этому отростку Ник может совершать различные функции. Несмотря на свой недостаток, он постоянно смеется, играет в гольф, занимается дайвингом, прыгает с парашютом, занимается серфингом. У мужчины есть красавица-жена и четверо абсолютно здоровых детей. Ник мотивирует и дарит надежду. Трехногий человек На итальянском острове Сицилия в 1889 году родился необычный мальчик с тремя ногами. Фрэнк Лентини был двенадцатым ребенком в семье. Такая аномалия образовалась из-за того, что от него отсоединился тринадцатый брат-близнец. В утробе матери один близнец поглотил другого. Кроме того, в подарок от брата мальчик получил одну деформированную ступню с одним пальцем и еще один детородный орган. Всего у ребенка было шестнадцать пальцев. В те времена врачи пришли к выводу, что проводить операцию очень опасно. Ведь это может привести к параличу пациента. Родители, а затем и тетя отказались от уродца, и мальчик оказался в приюте. Восемь лет Фрэнк эмигрировал в США. Там он вырос и устроился в цирк. С возрастом факт физической аномалии отошел на второй план. Мужчина вел активный образ жизни, удачно женился и стал отцом четверых здоровых детей. Фрэнк гастролировал с труппой до преклонного возраста и скончался в 1966 году в окружении близких. Синдром каменного человека. Страшное генетическое заболевание, когда мышцы, сухожилия и связки постепенно превращаются в кости. Человек как будто каменеет, а над скелетом появляется еще один скелет. Окаменение или фибродисплазия начинается примерно в 10-летнем возрасте и прогрессирует с годами. Доктора не в силах остановить костяной мозг. Носители синдрома могут жить дальше. Но чем старше будет становиться человек, тем сложнее ему будет ходить, говорить и дышать. Несчастные оказываются прикованными к постели уже к 20 годам и живут не более 40 лет. Только совсем недавно, в 2016 году, ученые выяснили, что причиной развития фибродисплазии является генетическая мутация. У этой медицинской аномалии нет расовой, половой, географической предрасположенности. К счастью, заболевание встречается очень редко – один раз на 2 миллиона людей. Феномен Геведосе В Доминиканской республике, в деревне Салинос, живут совсем необычные, даже фантастические люди. Все дело в том, что некоторые дети местных жителей рождаются девочками, а в подростковом они превращаются в мальчиков. Врачи называют таких людей псевдогермафродиты, а термин Геведосе буквально означает «пенис в 12 лет». Такое явление связано с дефицитом 5-альфа-редуктазы – фермента, участвующего в метаболизме тестостерона. Это провоцирует неправильное развитие плода и рождение ложных девочек. В период полового созревания происходит всплеск гормонов, и на фоне повышения тестостерона появляются мужские органы. Любопытно, что мальчики, которые росли как девочки, в основном проявляли стойкий интерес к гетеро, а не гомосексуальным отношениям. Это доказывает, что в вопросе сексуальной ориентации гормоны играют главную роль, а не воспитание. Исследования учеными этого феномена положительно повлияли на разработку действенного препарата «финостерид». Лекарство помогло миллионам мужчин избавиться от аденомопростаты и облысения. SCID – тяжелый комбинированный иммунодефицит. Генетическое заболевание, при котором в результате дефекта одного из генов нарушается работа иммунной системы. Носители тяжелой формы иммунодефицита крайне уязвимы перед инфекционными болезнями и вынуждены все время находиться в стерильной среде. Людей с этой мутацией называют «человек в пузыре», так как они рождаются без иммунитета, и любые вирусы или бактерии могут стать причиной их гибели. Аномалия присутствует у одного новорожденного из 100 тысяч. У детей наблюдаются тяжелые инфекции, они медленно растут, плохо набирают вес. У них часто повышена температура. Чтобы избежать заражения, больной живет в изолированном стерильном боксе, где ему искусственно повышают иммуноглобулин. Только пересадка костного мозга может помочь полностью избавиться от иммунодефицита. Синдром Морфана Наследственная аномалия, для которой характерно нарушение развития соединительных волокон с поражением скелета и сердечно-сосудистой системы. Носителей синдрома можно узнать по внешним признакам. Длинные конечности и пальцы по сравнению с туловищем, высокий рост, плоскостопие, деформации позвоночника и грудины, неправильный прикус, узкое и вытянутое лицо. Эта мутация довольно распространена. Заболевание проявляется примерно у одного ребенка на 10-20 тысяч младенцев. От синдрома Морфана чаще всего страдают мальчики. Без лечения продолжительность жизни больных составляет 30-40 лет. В развитых странах носители синдрома получают надлежащую медицинскую помощь и успешно доживают до преклонного возраста. Миостения Гравис Аутоиммунное нервно-мышечное заболевание, что характеризуется патологической утомляемостью и ослаблением мышц. Миостения может быть врожденной или приобретенной, но по наследству она не передается. От аутоиммунного заболевания больше всего страдают женщины в возрасте 30-40 лет и мужчины в возрасте 50-80 лет. Миостения поражает примерно одного человека из 100 тысяч. Распространенные симптомы болезни – неконтролируемое опущение век, слабость глазных мышц, чрезмерная слабость мышц после физической нагрузки, может затрудняться глотание и речь, присутствует слабость рук и ног, выраженность мышечного недомогания постоянно меняется. Больным нельзя нервничать, так как это приводит к боли в груди и к отдышке. Излечиться от миостении нельзя, можно лишь добиться устойчивой ремиссии. Нигде в мире не найдется двух абсолютно одинаковых людей из-за разных способов выражения наших геномов. Но люди, живущие с медицинскими аномалиями, поистине заслужили право считаться уникальными и неповторимыми. В средние века их называли уродами, но современное общество принимает и помогает людям с мутациями. Ведь благодаря им развивается наука и медицина. Это была подборка из 12 самых страшных медицинских аномалий, поражающих тело человека. Делитесь в комментариях, встречали ли вы когда-то людей, страдающих из-за каких-то аномальных мутаций. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!